друзья всем привет сегодня вместе с вами будем готовить салат вот что для этого будем применять лук баклажаны морковь перчик кабачки и помидорчики значит в простонародье его называют вроде как сутки могу ошибаться бабушка моя называет это и леса ты моя жена просто называет икра значит я буду называть так как бабушка говорит т.п. сейчас будем готовить с вами т.п. начну я кабачков значит кабачки нужно порезать что мы для этого делаем делю пополам его откладываю эту половину сторону дальше разрезаю на несколько частей на 4 части у меня получается дальше дальше вот таким нет таких пальцев тебя отрежу дальше вот эти части где-то режу пополам это у нас просто мужская кухня напоминаю и теперь нарезаю вот такими квадратами чем тоньше будет квадрат тем лучше так он быстрее пропарится прожарится берем аккуратненько режем смотрите аккуратно чтоб не отрезать себе пальцы дальше все это измельчаем и откладываем в отдельную посудину значит нарезавая кабачки вот так это все выглядит теперь ставим сковородку на плиту наливаем масло подсолнечное масло разогреваем и пока будут значит обжариваться кабачки я буду заниматься нарезкой других овощей аккуратненько выкладываем не бойтесь и равномерно распределяем не забывайте иногда мешать кабачки как определить когда они пожарятся значит они должны быть мягкие и превратиться в такую кашицу вот когда вы увидите что они начали уже разваливаться вот тогда означает что они уже значит готовы не забывая мешать теперь режем синие также пополам одну часть откладываем здесь немножечко сейчас режем видите так здесь есть теперь что делаем теперь нарезаем на несколько частей таким образом вот так вот убираем крайне части чтобы они нам не мешали теперь пройдемся вот так и вот так и получаем вот такие замечательные кубики нарезаем все синие таким образом минут через 15 накрываем кабачки крышкой чтоб они присели начинаем резать перец почистить я думаю вы сможете его сами вынимаем сердцевину выбиваем семечки режем пополам начинаем резать перец раз два три собираем кучу мы мы таким способом нарезаем все перчинки которые у вас будут теперь начинаем крутить помидоры мы должны получить томат для этого мне понадобится мясорубка начинаем крутить и перекручиваем все помидоры которые у нас имеются все легко и просто помидорчик я перекрутил теперь буду резать лучок на две части есть и тоже будем резать час кубиками все делается быстро главное не отрежьте пальцы все очень просто как дважды 24 а после того как я порезал лучок у нас готов кабачок смотрим вот так должен выглядеть вот так должны выглядеть кабачки которые которые уже готовы посмотрите как каша немножко поджаренные под крышечкой пропаренные то есть все все очень чина рём выключая газ и теперь буду в эту кастрюлю потихонечку не крыша выкладывать выкладывать кабачки а палец при полюса кабачки я выложил эту кастрюлю дальше налива масла новое масло налил сковородку масло нагрелось и сейчас я буду жарить синенькие аккуратненько выкладываем чтоб не ошкварится маслом аккуратненько выкладываем и значит пока будут синенькие жарится я буду заниматься нарезкой заканчивать нарезку других овощей не переполняете сковородку кстати забыл сказать масло наливать и побольше так как сильненькие впитывает себя очень много масла на жалейте лети но на глад все ждем ждем приготовления к жарится наши синенькие трем морковку на крупной терке наконец-то я все дорезал перец лук морковку натер и две тарелочки томата получилось сейчас еще буду дожаривать часть синеньких ребята не забываем мешать синенькие и солить солим примерно пол столовой ложечки это соли ложится а дальше уже по вкусу будете итак синенькие готовы жарю примерно полчаса сейчас вам покажу значит вот так вот они выглядят напоминает какие-то грибочки все синие готовы выключаю газ и аккуратно выкладываем кастрюлю туда куда выкладывал и до этого кабачки значит еще рекомендую значит синие собрать вот так чтоб масло стекло видите сколько масло чтоб масло нам не закидывать кастрюлю и аккуратненько это дело вынимаем без масла значит масло не менял оставил прошлое масло его будет достаточно для того что пожарить перчик выкладываю перчик на сковородку и сейчас буду не жарить а тушить где мой инструмент инструмент где-то пропал ладно в общем тушим перчик чуть-чуть минут через минуты через три через пять накрывайте все крышкой так же самое значит и синие надо было крышкой накрывать вы видели не забывайте солить все по вкусу теперь занимаемся перчиком перец пожарю теперь значит делаем вот так и на эту сторону выгребаем перец топ масло стекло и аккуратненько выкладываем в общую в общую массу дальше будем жарить лучок аккуратненько аккуратненько высыпаем есть контакт распределяем по стовороде и жарим рук желательно мешать часто для того чтобы он не не был черный не проглотился в угле мешаете жарить и до золотистого цвета лук приобрел вот такой золотистый цвет спустя некоторое время теперь настало время засыпать сюда морковку которую мы ранее которую ранее натер почему говорю мы потому что мы вместе с вами готовим правильно значит мы вместе трем вот таким образом кладем морковочку размешиваем вместе с лучком и и и что будем делать дальше будем ее жарить таким же способом как и лук друзья добавим для цвета одну столовую ложку там ложки томатной пасты дальше следом за тем как добавили томатную пасту одну ложечку потихонечку наливаем томатик вылил я весь томат теперь это все размешиваю распределяю что все у нас было равномерно и красиво вот таким образом хорошо перемешали и теперь значит ждем момент пока не выкипеться жидкость но не вся ну большая ее часть и тогда это будет означать что зажарочка наша готова и так зажарочка готова сейчас будем ее переливать буду ее переливать в эту кастрюлю в общую массу значит пересыпал я зажарку в кастрюлю там где у нас общая масса где у нас синенькие и бакла кабачки значит теперь что нужно сделать нужно перемешать да кстати забыл сказать на медленном огне будем сейчас тушить на медленном огне 15 минут перемешиваем все тщательно аккуратненько чтоб за кастрюлю ничего не утекала вкуснятина вот так вот вот это все мешаем не спешите никуда главное качество и количество вот так вот тут сделал и теперь сейчас я добавлю хорошую жменью свежемороженной зелени тесье петрушка и укроп и лук все домашние ребята не магазинная домашняя вкуснотища есть контакт и накрываем крышечкой и тушим 15 минут и потом выключаем ребята ну все приготовил я ct или сотая или татая бабушка называет ct сейчас попробует и корочку какая она на вкус огонь бомба вам очень понравится значит ее можно есть и с макаронами и с картошкой холодном виде можно намазать на хлеб и как бутербродик сделать в общем очень вкусная очень вкусная еда всем спасибо за просмотр понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой видеоканал всем пока